На территории Артёмовского района проходило профилактическое мероприятие «Рождественские каникулы», направленное на недопущение детского дорожного травматизма в новогодние рождественские праздники. Наряды ДПС ОГИБДД были приближены к ледовым городкам, местам установки новогодних ёлок, расположенных вблизи проезжей части, чтобы исключить случаи выхода детей в сторону проезжей части дорог. Также накануне зимних каникул педагогами всех образовательных организаций и сотрудниками госавтоинспекции были проведены беседы и инструктажи с несовершеннолетними по вопросам безопасного поведения в зимних условиях на улицах и дорогах города. Но, несмотря на профилактику, дети правила нарушали. «Однако, несмотря на все беседы, выявлено шесть нарушений правил дорожного движения детьми-пешеходами и одно несовершеннолетним водителем велосипеда, который, управляя велосипедом, выехал на проезжую часть дороги. Все несовершеннолетние будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних вместе с родителями». По словам начальника ОГИБДД по Артемовскому району Олега Макарова, также ежедневно с родителями проводили профилактическую работу на тему обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Выявлено 24 нарушения правил перевозки детей. «С участием несовершеннолетних зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие на территории Артемовского района. Так, 9 января 2016 года на 93-м километре автодороги Невьянск-Реш-Артемовский-Килачевская водитель-женщина автомобиля Ниссан не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением водителя, проживающего в городе Березовский. По прибытию скорой помощи и сотрудников ДПС от медицинской помощи данные граждане отказались, участники данного дорожно-транспортного происшествия. Однако позже в Березовскую центральную городскую больницу было обращение по поводу получения травм несовершеннолетним ребенка 2014 года, полученных в результате данного дорожно-транспортного происшествия. Начальник ОГИБДД Олег Макаров отметил, что в данном ДТП ребенок-пассажир находился в детском удерживающем устройстве, соответствующему росту и весу. По данному факту проводится проверка.